здравия желаю всем я гарри табах и эта программа он таргет нет я просто хочу чтобы вы поняли что трамп был лучший для украины чем байден вот и все я просто привожу пример и хочу ответ почему же все таки вы все не только вы но вся элита украинская народ вот получше вот вы приехали на машине сюда кстати очень хорошая машина я приехал на метро взял покататься я в метро езжу я с таксистами разговариваю в метро они все говорят до точности наоборот они горды нет трамп был классный они даже знают что там драл дал 302 миллиона долларов а байден на вооруженные силы украины а байден уже урезал до 120 с чем-то но все равно почему-то байден это вот наш друг а трамп из чаги ада почему никак не могу понять и понимаете дело все в том что то у вас же сын кстати очень хороший человек знаете он со мной говорил по телефону как-то такой культурный такой приятный это я в него пошел тоже культурным него это нет другой бы может найти природа на детях отдыхает обычно и бы не у меня все дети он он мог бы мне позвонить искать там ты знаешь кто мой папа да нет такого поведения вообще не было и даже очень это я вас про даже не присаживаю что он стоял и спросил а он сказал это да это мой отец мажора в семье нет но если 5 детей граждане соединенных штатов неплохо неплохо но остальные нет а сколько у вас детей я со счета уже сбился вы могли быть моряком я в душе моря лидис спецназовцем вот я хочу вас спросить такой вопрос вот этот сын ваш приятный парень хороший как его звать ростислав ростислав если будет здесь призыв и война и нужно будет идти с солдатом вы отпустите его его призовут чтобы шел воевать за украину вы знаете если здесь будет призыв и будет вот так я сам пойду я это не ответ а если пойду с я тоже у меня и его меня у меня дети военные и мой племянник его и они были на войне и вот я не сдал конечно я понимал что я своих я очень переживала сказал лучше меня возьмите но они сказали нам капитаны нахрен не нужны с вами много войны нам нужны летчики десантники и я понимал что если не дай бог то как я буду своей сестре смотреть глаза как и вообще свои дети я я очень переживала за это но я слышу ваш ответ но теперь вот закройте глаза и представьте что вашего сына привозят в гробу обратно сато вы тогда тоже будете думать что это просто случайность что байден позвонил путину и началась эскаляция что начались там обстрелы после того как он его назвал убийцей и сейчас уже пришли уже пришло 6 может я стесняюсь сказать что в том что путин стреляет виноват байден в частности да я вам хочу сказать что в том что путин стреляет виноват путин не это то есть принципиальная разница имеет это имеет отношение то что гитлер стал убивать евреев это была частично ответственность рузвельта когда он развернул до сент-луис и послал обратно дал ему зеленый согласен то что обама после грузии послал клинтон с красной кнопки перезагрузки это дало зеленый свет путину напасть на вас это есть ответственный свет поэтому я говорю да есть прямое отношение к этому американский президент имеет такое такое влияние в мире которые смотрят на него если он дает зеленый свет они идут вы знаете давайте исходить из того что если путин стреляет виноват в этом путин нет нет потому что путин это один человек он всего лишь человек о чем стреляет в украинц потому что ему разрешили это сделать потому что ему дали это сделать а если бы мы не до всем он сам это делать если он больного из чё гитлер делал чё сталин делал откуда я знаю не будет ареной вычитаю Да мне какая разница и что было здорово а посcos School living как разница вот когда он стреляет в моего ребенка и моего ребенка привезут в гробу мне похер больной он или здоровый почему он это делает ему дали ему дали зеленый цвет его не уничтожает его не сдали ножка манипулируйте я не согласен с вами должен со всей пролетарской прямотой сказать не согласен путин стреляет потому что путин стреляет я не хочу услышать под воздействием чего он стреляет но притрана грез стрелял он агрессор при трапе 4 года было довольно таки тихо ну нет почему тихо опять же не совсем и не совсем этот один гроб который с вашим сыном придет домой для вас будет совсем или не совсем один человек даже если один на одного человека больше это уже и виноват в этом будет байден частично до частичного стадо категорически с вами честно частично президент америки вы сами сказали в начале программы что президент америки отвечает за весь мир за весь лес но вы мне позволите с вами категорически не согласиться мне кажется что вы выгораживаете путина сейчас это многим кажется но это не так это не так я я показался здесь в вашей стране потому что когда вы еще служили в советской армии я уже бегал с автоматом пытался воевать против вас потому что я считал что это империя зла я поверил я верил в регина когда я сюда в четырнадцатом году приехал это потому что я понимал что второй гитлер поднимает голову в украине я считал что я могу что-то сделать чтобы его убить но давать ему повод давать ему пищу когда президент соединенных штатов горит да он убийца не китайский не иранский он убийца а кто не убийца клинтона не убийцы их многие обвиняют потом какой убийца который послал армию или который отравился крепали или который еще что-то натворил да все президенты убийцы в таком случае путин вам нравится нет так он мне нравится это второй гитлер как он может мне нравится но мы теперь я не говорю что он он виноват во многом у меня закралась мысль я всегда искренне говорю что путин вам нравится я поэтому и спросили нет путин совершенно не мы мне вообще люди которые имели дело с кгб ран никогда не нравится там разные люди кстати разные но люди которые были контрразведчиками например и занимались интеллектуальной работой по обеспечению безопасности своей страны мы же не можем бросать них камень опять же какой страны они защищали родины они защищали свою родину родина это родина а строй это строение защищали строй это две разные вещи здесь я категорически с вами не согласен но что же мы согласны далее